Регби И первое место в рейтинге IBR Это неспроста Здравствуйте В эфире программа «Зачетное поле», рассказывающая о регби Игре, в которой противостояние имеет принципиальный характер В отношениях и отдельных персон, и целых команд В минувший уикенд, в уже неизвестно какой раз за последние годы Встретились клубы «Локомотив Пенза» и «Енисей СТМ» Так что вначале напомним вам историю взаимоотношений Ах, те самые знаменитые болельщики со стажем Им есть что рассказать нынешнему поколению В 90-е годы прошлого века пензенская и красноярская команды Устраивали незабываемые баталии В М, а потом РК Пенза против Септяжмаша И всегда на поле стадиона труд упорная борьба Причем чаще всего в пользу хозяев Вплоть до 1998 года пензенцы и побед больше одерживали И в таблице находились выше Но сибиряки постепенно вышли на лидирующие позиции И последний успех сурской дружины до новейшей истории был датирован 2001 годом А затем ни Пенза, ни Империя одолеть «Енисей СТМ» никак не могла Черная полоса длилась 19 лет И лишь в 2020-м уже «Локомотиву» было суждено прервать грозный поход красноярцев 26-17 с таким счетом железнодорожники победили И начали писать историю заново Мы сегодня вспоминали, как рубили здесь 20 лет назад Когда были матчи Пенза-Краснояр самые тяжелые И вот это возобновилось Вот появилась команда, с которой играем за первое место Дай бог, чтобы так и осталось до финалов Желаем вам этого За последние полтора года «Енисей» и «Локомотив» сыграли добрый десяток матчей Но больше пензенцам победить сибиряков не удалось Где бы не играли на тренировочных сборах, что стало уже доброй традицией В финале чемпионата России, в регулярном чемпионате, в Кубке страны, в Суперкубке Европы «Енисей» всегда сильнее, когда с большим преимуществом, когда с меньшим Вот и встает вечная проблема «Синица» и «Журавля» Нет смысла отрицать тот факт, что «Енисей» обеспечил себе прохождение в плей-офф с первого места Пусть даже и теоретически А «Локомотиву» только предстоит пройти в главную четверку И основные даты для решения данного вопроса не 30 апреля, а 6 и 12 мая, когда будут встречи с прямыми конкурентами Большой опыт игры с командой «Енисей» у нас, мы на протяжении последних двух лет встречались больше, наверное, всех с этой командой И проводили тест-матч, конечно, мы знаем сильные и слабые стороны, так же, как и «Енисей» знает слабые стороны нашей команды Конечно, «Енисей» считается лидером чемпионата России, поэтому, скорее всего, поедем все-таки у нас в преддверии матча со «Стрелой» и с «ВА» Дадим некоторым игрокам отдохнуть, выдохнуть и, скорее всего, не выйдут с замены Ну а теперь к матчу Красноярская тяжелая машина в этом сезоне набрала невероятный ход Не потерпев ни одного поражения, конкретно на рэгбинном поле, ни в одном турнире Так что перед поединком на первый план вышла тактика Каждая дружина решала свои задачи, поэтому результат не потряс воображение Так редко бывает в матчах этих соперников, но первые 15 минут зрители откровенно скучали Не было результативных действий, впрочем, это обусловлено неплохим нападением, а отличной защитой Действительно, у красноярцев не было больших шансов для взятия пензенского города, но в регби в 80 минут так продолжаться не может И как только хозяева распечатали свой голевой потенциал, после отличной игры ногой и приземления Рамиля Гайсена, как сразу стали увеличивать давление Последние 10 минут первого тайма Енисей отличился еще трижды Супер-ветеран Улдис Саулите, который, может быть, Ленина не видел, но Сталина точно запомнил молодым, совершил супер-рывок в нашу зачетку Затем фуллбека Никиту Чурашова отправляют в голевой забег, а довершает отличный отрезок сибиряков комбинация, после которой Давид Месхи остается один на своем правом фланге 26-0 после 40 минут – это серьезная заявка на победу с бонусом Не дала нам раскатиться, сдержала темп команда соперников, и мы почувствовали, что это не наш темп Потом маленько потерпели, где-то нашли брешь в обороне и полетели Но и локомотив перестроил свои действия в атаке И первый же осмысленный розыгрыш привел к эффектной попытке Никита Рикидзе Веер шел в длинную сторону, пока наш грузинский легионер не влетел в зачетку Но и сибиряки останавливаться не собирались Главный вопрос этого вечера состоял в следующем Как остановить третьи линейцы – Енисея Фридла Оливье? Он действительно был главным блюдом на рогбинном столе, прорывая оборону под час с тремя соперниками, висящими на нем Он и сам заносил, и организовывал голевые атаки для своих партнеров Отрыв увеличивался, и чуть сократить его, уже при счете 40 на 7, сумел разразившийся дублем Цирикидзе, который не менее красиво положил мяч за линию В концовке пошла открытая игра, в которой опять солировал Оливье Все уже со счета сбились, в какой раз южноафриканская тяжелая машина идеально ассистирует своим товарищам по команде Но и пензенцы сумели устроить грузинский хет-трик На этот раз Реваз Бородзели в одиночку ускользнул от защиты красноярцев и поставил точку в атакующих действиях локомотива Правда, Енисеев вскоре поставил восклицательный знак Константин Узунов в восьмой раз заставляет болельщиков скачать с мест, празднуя успех 54-17 – убедительная победа Енисея, которому в России сейчас не может противостоять никто Очень рад, что получился матч, да, наверное, больше ошибок Но так и уровень защиты был в разы выше в этой ситуации И вообще уровень этого матча был на порядок выше предыдущих И пока я ни одной игры в чемпионате не видел такого уровня И спасибо ребятам с пензы Александру Владимировичу Еще больше новостей на официальном сайте клуба регбилокомотив.ру и в социальных сетях Ну а сейчас вернемся на две недели назад с благой целью Мы продолжаем объяснять для вас нюансы регбийных правил, коих великое множество Момент матча локомотива и славы в Саранске у многих вызвал недоумение и большой интерес Так что сейчас поясним, что попытки в регби не обязательно заносить в зачетное поле соперника Вот она, волшебная сила телевидения Мы уже на стадионе Первомайске И рядом со мной наш постоянный эксперт, арбитр российской премьер-лиги Кирилл Захаров Сегодня мы поговорим об очень интересной теме И для многих она непонятна Что, как и когда Это штрафные попытки Первый вопрос и самый главный Что такое штрафная попытка и в каких случаях она назначается? Это назначается приземление по центру ворот И назначается это тогда, когда команда защиты нарушила правила Тем самым не дав приземлить попытку команде нападения И судья трактует То есть если бы этого нарушения не было И высокая вероятность, что была бы приземлена попытка команды нападения Если это было явно и у него на глазах То есть это вблизи него Арбитр может сразу бежать к центру поля И показывать, что он назначает штрафную попытку Если же штрафная попытка назначается в результате грубой игры То есть захват за шею Либо захват без мяча Здесь арбитр может взять паузу Если на матче есть ТМО То он может обратиться к ТМО, чтобы просмотреть этот момент Если факт грубой игры подтверждается То помимо штрафной попытки Еще и арбитр может показать желтую, а то и красную карточку Собственно это и произошло в Саранске Андрей Корзанов убегает за отчетку противника У Степана Хохлова, девятки славян Нет возможности легитимно помешать нашему трехчетвертному И он делает захват игрока, не владеющего мячом Явное нарушение, штрафная попытка и горчичник Впрочем, бывают и другие примеры Есть такой момент, как систематическое нарушение правил Особенно это касается игре в схватке То есть если одна команда реально доминирует в схватке И например это в пяти метрах от чужой зачетки То есть защищающаяся команда не выдерживает давление Это дает повод арбитру матча показать сначала желтую карточку Например, какому-то из столбов Если нарушает правила либо хукеру То есть вот А уже после этого считается, что команда все равно не выдерживает давление И тем самым есть повод засчитать штрафную попытку Как тут не вспомнить матч двухгодичной давности Между ЦСКА и Локомотивом Где наши регбисты, доминируя в схватке Заработали аж две штрафные попытки И еще важная информация Штрафная попытка не предполагает пробитие реализации Три года назад это вело, что штрафная попытка это сразу 7 очков До этого штрафная попытка это приравнилась к приземлению по центру поля И бьющий игрок должен был еще пробивать реализацию Ну что же, я думаю, объяснение исчерпывающее Теперь вы знаете, что такое штрафная попытка И когда она дается Так что в следующий раз, если вдруг на трибуне кто-то спросит А что же произошло, ведь они не дошли до зачетки Вы сознанием дела скажете Это же штрафная попытка Целых 7 очков Не обойдемся мы и без новостей мирового регби На минувшей неделе поступили сразу два известия криминального характера Но если в одном случае наказание последовало согласно всей строгости регбийного закона То в другом сами правоохранители обокрали одну из лидирующих сборных без суда и следствия И еще увидимся в следующий понедельник в 21.45 на 11 Дважды в одну реку, снаряд в одну воронку Но ступить на те же грабли Если в испанском языке нет аналога этим поговоркам То обязательно нужно придумать Потому что федерация регби Испании делает все Чтобы вывести из душевного равновесия своих игроков и болельщиков Когда в 2018 году перенец ошиблись с натурализацией игрока И были исключены из числа участников Кубка Мира Многие посчитали это за несчастный случай К которому справедливости ради россияне обязаны участием в форуме В нынешнем отборе Лос Леонес выглядели здорово Проводили отличные матчи Одерживали яркие победы Но как гром среди ясного неба грянуло известие Что мужская сборная Испании Вновь отстранена от участия в Кубке Мира И причина опять в неправильной натурализации Южноафриканца Гевена Вандерберга Как итог Лос Леонес получили технические поражения В двух матчах против Нидерландов И технари откинули испанцев от лидирующих позиций В квалификационном турнире Теперь место на Кубке Мира займет следовавшая за ними Румыния А Португалия отправляется в репешаж Для волков это огромная трагедия Для некоторых ветеранов это был последний шанс сыграть на Кубке Уэбе Элиса Вслед за мужской мировой серией по Рэгби 7 Стартовала и женская И здесь мы говорим о несправедливости уже в отношении сборной России Которую просто ограбили Исключив по политическим мотивам из турнира Дело в том, что наша команда не просто участвовала Она вплоть до тура в Канаде находилась в стройке лидеров Уступая только австралийкам и француженкам Но добиться исторического успеха теперь не суждено И Федерация Рэгби России старается добиться участия наших девушек В сентябрьском Кубке Мира по семерке А в мировой серии, кстати, практически все ясно с победителем В Лэнгфорде свою очередную победу в туре взяла австралийская сборная Таким образом набрав 80 очков Она на 20 пунктов опережает Францию и на 22 США Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова